Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В московском шоссе предстанет пред судом за мошенничество. Осталось совсем чуть-чуть. Ремонт улицы Максима Горького подходит к завершению. Петр Павел жару прибавил. Православный праздник и ожидание лета в середине июля. Единственная в мире работоспособность штурмовик Ил-2, выпущенный в Куйбышеве, выступит на международном авиасалоне МАКС. Историческое событие произойдет 18 июля в Подмосковье. Самолет пять лет назад был найден на дне озера в Мурманской области. Его отреставрировали и вернули в строй. В Москву раритет везут на двух траллах. Путь пролегает через Самару. На исторической родине легендарный штурмовик встретила Алина Чемерес. Возвращение на родину спустя более 70 лет. Этот штурмовик Ил-2 был выпущен в Куйбышеве на легендарном 18-м заводе. Свой первый бой принял во время обороны Заполярье. Был сбит, утонул и только недавно его нашли и восстановили. Но времени отняло у самолета способность летать. И уже через считанные дни он взмоет в мирное небо на международном авиасалоне МАКС. В том бою в 43-м году экипаж штурмовика сбил два вражеских самолета и уничтожил зенитную точку. Весь в пробоинах Ил-2 немного не дотянул до аэродрома. Сел на брюхо на озере Кривое в Мурманской области. Экипажу удалось спастись, а многотонная машина ушла под воду. Самолет подняли со дна пять лет назад, восстанавливали в Новосибирске. При реставрации удалось сохранить много оригинальных деталей, в том числе двигатель. Все это уцелело благодаря броне, за которую Ил-2 и получил свое военное прозвище. Ил-2 – это назывался самолет-летающий танк. Почему его называли летающим танком? Потому что у него был бронекорпус стальной, который прикрывал двигатель, пилота и баки горючего. Это был самолет поля боя. То есть летал он на высоте от 15 до 50 метров во время боя. У него было неплохое вооружение. Единственный в мире работоспособный штурмовик Ил-2 сложил крылья, но лишь на время поездки. Пятитонный самолет везут частями на двух машинах. Штурмовик высотой 3 метра, шириной почти 5, выехал из Новосибирска 9 июля. Путь пролегает через Омск, Уфу, Рязань, Пензу и историческую родину – Самару. Всего до места назначения 3,5 тысячи километров. Ехать, как говорят водители, почти неделю. На дорогах раритетному самолету почет и уважение. Разбирают ремонты, убирают ограждения, чтобы мы могли пройти везде спокойно. И по предварительному звонку все это делается, проходит хорошо, без заминок. Очень березно и с гордостью везде. Где только остановишься, люди с фотоаппаратами, с телефонами. Из автобусов даже по городу едешь, люди сфотографируют, останавливаются по рации, кричат, спрашивают, что за самолет, куда, откуда. Звездный час боевого штурмовика наступит 18 июля. Самолет станет хедлайнером международного авиасалона «Макс» в городе Жуковский Московской области. Ил-2 совершит круг почета над аэродромом Центральной испытательной базы страны. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Награды вручены вдовам героев командования дивизии, в которой служили погибшие летчики дальней авиации Александр Зайцев и Антон Ботечко, выразила благодарность руководству Самарского региона за организацию вручения орденов мужества. Указом президента награды летчикам присвоены посмертно. Они разбились во время тренировочного полета самолета Ту-95 в июле 2015 года. Орден вдове Александра Зайцева, Сии Зайцевой вручил в торжественной обстановке губернатор Николай Меркушкин. Еще один орден мужества самарская делегация доставила в набережные Челны Марине Ботечко вдове погибшего летчика Антона Ботечко. В благодарственном обращении командир дивизии Сергей Кувалдин выразил признательность и пожелал процветания Самарской области. Напомню, обеим семьям оказана также финансовая поддержка правительства Самарской области. Обрушение трибун на спортивном стадионе к чемпионату мира по футболу отрабатывают любой возможный форс-мажор. Медицинские работники, пожарные и спасатели МЧС провели совместное учение на стадионе «Металлург». 250 человек тренировались работать в одной команде. Быстро эвакуировать людей с места трагедии, устранять панику, определять степень травм и дальнейшие действия с пострадавшими. При возникновении опасности на крупных массовых мероприятиях главное действовать четко и слаженно, отвечают организаторы. В таких случаях важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации. Именно из-за этого зависит то общее количество пострадавших, которых мы можем вернуть. Самое главное – соблюдать хладнокровие в нашей ситуации, принимать быстрое решение, верное решение. Слаженная работа всей команды. Не меньше чем на метр поднимется уровень «Волги» в ближайшие дни. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Вторая волна паводка затянулась, и «Жигулевская ГЭС» переходит на новый режим работы. Сейчас уровень воды «Волги» около Самары колеблется в пределах 30 метров, и это уже выше нормы. Насколько опасно дополнительное повышение, выясняла Олеся Корецкая. 31 метр. Такой уровень воды в «Волге» обещают в ближайшие дни около Самары. В Тольятти еще больше – 32 метра. Последний раз такие высокие значения отмечались 23 года назад. Уровень высокий, но не критичный, заверяет в региональном управлении МЧС. Может немного подтопить места отдыха на берегах рек. Мы сегодня оповестили, и еще раз обращаюсь ко всем жителям Самарской области с пониманием отнестись к складывающей ситуации и принять все меры для того, чтобы не оказаться в зоне подтопления. Вторая волна паводка продолжается из-за обильных дождей. Камские и Вятские бассейны переполнены. «Жигулевская ГЭС» переходит на новый режим работы. В ближайшие 10 дней увеличатся сбросы воды до 20 тысяч кубометров в сутки. В Приволжском гидрометцентре прогнозы благоприятные. В ближайшую неделю обильных дождей не ожидается. Установится нормальная летняя погода. Небольшая перемена облачности, преимущественно без осадков. Температура ночью 12-18, 16-17 числа 14-20, днем 23-30, а 16-17 до 33 температура воздух ставится. Вода будет пребывать постепенно. Повышение уровня произойдет до конца недели. Отдыхающим на речных берегах советуют перенести палатки и свои вещи подальше от воды. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. За дешевый кабель в зал суда в мошенничестве обвиняют директора подрядной организации, которая строила два подземных пешеходных перехода на московском шоссе. Прокуратура города Самара провела проверку, результатом которой выяснилось, при стройке использовали нагревательный кабель в три раза дешевле, чем тот, что был предусмотрен госконтрактом. Ущерб, причиненный заказчику РАПОД, Министерство транспорта и автодорог Самарской области, составил почти 4 миллиона рублей. В ближайшее время виничное заключение поддела мошенничества в особо крупном размере будет направлено в суд. Директору строительной компании может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Кроме того, он должен будет возместить ущерб. Подрядчик должен был использовать нагревательный кабель стоимостью порядка 368 рублей за метр. С целью хищения чужого имущества путем обмана заключил договор поставки кабеля стоимостью 123 рубля. Реализуя свой преступный умысел, он в акты приема передач выполненных работ включил именно тот кабель, который был предусмотрен условиями государственного контракта. Вышли на финишную прямую. В Самаре на Максима Горького рабочие укладывают верхний слой асфальта. Это улица в списке ремонта по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Всего в Самаре по этому проекту в порядок приведут более 40 объектов. Завершить работы должны в конце октября, но сейчас подрядчики уже опережают график. В чем убедилась Марина Кравцова. Работа в буквальном смысле кипит. Температура асфальта достигает 120 градусов. Этот жар ощущается довольно сильно. Работают дорожники в ночное время суток, но не потому, что на улице прохладнее, а чтобы создавать как можно меньше помех для автомобилистов. Асфальт укатывающей катки практически танцует вальс. Двигается техника по определенной траектории, создавая нужную плотность асфальта. На улице Максима Горького идет укладка верхнего слоя покрытия дороги. Трудятся четыре бригады дорожников. Ранее уже уложили слой выравнивающий, теперь финишный. Асфальт марки «Щема-20». Материал очень качественный, такая дорога должна выдержать повышенные нагрузки. Данную ночь планируется выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площадь 9,5 тысяч квадратных метров. Общий донаж в сегодняшней смене оставляет 1200 тонн. Улицу Максима Горького ремонтируют по федеральной программе безопасные и качественные дороги. Ремонт комплексный. Обновят не только проезжую часть, но и тротуары, газоны, бордюры. Ремонт идет на участке от улицы Крупской до Вилоновской. За качеством работ контроль пристальный. Ежедневно проверяют, как уложен асфальт и тротуарная плитка. Принимают работу только если все по стандартам. Если брать проезжую часть, то это отбираются керны, так называемые, которые в последующем в лаборатории испытываются на физико-механические свойства и толщину. В случае некачественного выполнения подрядная организация работы переделывается. Завершить ремонт улицы Максима Горького планируют к концу июля, началу августа. Всего же в Самарской области в 2017-м из федерального и регионального бюджетов по программе безопасные и качественные дороги будут направлены средства на ремонт 93 автодорог протяженностью 150 километров. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Восемь долгостроев удалось довести до ума. В прошлом году долгожданное жилье наконец обрели более тысячи обманутых дольщиков. Столько же отпразднуют новоселье в этом году обещают региональные власти. Новостройку, которую планируют сдать уже этой осенью, сегодня увидели представители областного Минстроя и наша съемочная группа. Олеся Корецкая продолжит. 12 лет ожидания. Илья Шулека уже и не надеялся отпраздновать новоселье. Квартиру в строящемся доме на улице Тухачевского купили с будущей женой еще в 2005 году. Через несколько лет застройщика признали банкротом. А так они с данным домом внесли список проблемных объектов. В 2013 году совместными усилиями городского и областного департаментов строительства определили нового подрядчика. Ну, слава богу, хоть вон облицовка идет, красит, все в порядок приводит. Вот бальзам на рану, честное слово. Потому что 12 лет уже думали, что все уже бесполезно. Все это так и завалится. Четырехсекционный дом высотой от 10 до 16 этажей почти готов. Новый подрядчик завершил брошенную стройку. Провел все коммуникации. Сейчас на объекте ведутся внешние отделочные работы. Много было всяких проблемных вещей. Ну, мы справились, дом достроили. То есть в данный момент осталось нам сделать благоустройство. Данный объект позволит удовлетворить значительное количество дольщиков. Их более 211 человек. Количество квартир предусмотрено 417 в этом доме. Завершение его позволит удовлетворить значительное количество дольщиков и завершить строительство, и позволит исключить данный проблемный объект из тех, которые не завершены на территории Самарской области. Дом на Тухачевского обещают сдать к началу 4 квартала этого года. Решение проблем обманутых дольщиков – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. За пять лет в Самарской области очередь из обманутых дольщиков сократилась в разы. Каждый год долгожданное новоселье празднует больше тысячи человек. Кроме того, с 2012 года в Самарском регионе не появилось ни одного нового проблемного объекта. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе М5 «Урал» около села Печорское в Сызранском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и съехал на правую обочину. Там в это время местные жители торговали клубникой. Машина сбила 68-летнего мужчину, 12-летнюю девочку и 9-летнего мальчика. По предварительным данным сотрудников Самарской госавтоинспекции, водитель автомашины «Лада Калина» из Ульяновской области, мужчина 1953 года рождения, заснул за рулем. В результате чего допустил наезд на пешеходов, находящихся на обочине проезжей части. Мальчик получил тяжелые травмы и по пути в больницу скончался в машине скорой помощи. Девочка серьезно не пострадала, а пенсионер с политравмой в тяжелом состоянии находится сейчас в реанимации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть человека. Установлено, что он был трезв. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре ищут водителя, скрывшегося с места ДТП. По данным полицейских, 7 июля неизвестный водитель, неустановленного автомобиля около 14.20, ехал по Ракитовскому шоссе со стороны улицы Олимпийской в направлении улицы Магистральной. Избил 59-летнего мужчину, переходившего в проезжую часть в неположенном месте. Пешехода госпитализировали в больницу с переломами, а водитель с места аварии скрылся. Самарские полицейские просят очевидцев звонить по телефону, который вы видите на экране. В Самаре неизвестные незаконно вырубили деревья на 4 миллиона рублей. Прокуратура железнодорожного района совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары провела проверку и выявила нарушение. Неизвестные вырубили 18 деревьев на улице Спортивной напротив парка Щерса. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», совершенное в особо крупном размере. Лесорубам, которых еще предстоит найти, грозит крупный штраф или до 7 лет лишения свободы. Невеселые горки. В одном из самарских дворов водитель маршрутки оставил свою газель на пригорке. Через некоторое время она начала скатываться. В пути микроавтобус задел один стою и форт, а потом уперся в дерево. У отечественной легковушки оказалась помята правая сторона, а у иномарки разбит передний бампер и капот. Обстоятельства происшествия выясняются. Мужчина пострадал от укуса змеи под Тольятти. В больницу обратился за помощью 77-летний житель села Выселки Ставропольского района. Он заявил, что его укусила змея. Врачи стационара оказали пострадавшему помощь и вызвали скорую для перевозки его в больницу с токсикологическим отделением. В Самаре издали сказку «Самарик» и чемпионат мира по футболу. Это необычный путеводитель по 11 городам страны, которым в следующем году предстоит принять грандиозные соревнования. Автор книги – самарский журналист и автор детских сказок Мария Пашинина. Сказка состоит из небольших рассказов про музей «Самара космическая», Московский зоопарк, Санкт-Петербургский музей, легендарный дом Павлова в Волгограде и памятник стратонавтам в Саранске. Издано 500 экземпляров книги и иллюстрации к сказке выполнила жительница Самары Виктория Валиева. Ситуацию с сельским хозяйством обсудили губернатор Николай Меркушкин, глава Минсельхоза Алексей Попов и руководитель корпорации развития Андрей Новиков. По словам министра, погодные условия внесли коррективы в работу сельхозпроизводителей и перевели к некоторым потерям. В некоторых районах региона в июне выпало в три с половиной раза больше осадков месячной нормы, а ночные холода плохо отражаются на росте кукурузы и подсолнечника. В последние катаклизмы, в частности, последний урагаз нанес значительный ущерб, уже кое-где полеглость началась. Поэтому мы сейчас готовим технику к различным вариантам уборки. Возможно, будет применять и раздельную уборку. И все это можно будет делать, возможно, в тех же самых условиях, в которых мы находимся. То есть выбирать необходимые погодные деньги. Руководитель корпорации развития Андрей Новиков рассказал губернатору, что в регионе продолжается возвращение земель в сельхозоборот. За последние четыре года вернуть удалось более полумиллиона гектаров. Речь шла и о строящейся сергиевской птицефабрике. Ряд крупных российских компаний и банковских структур рассматривают возможность инвестиций в завершение ее строительства. Мощность фабрики рассчитана на производство 100-150 тысяч тонн мяса птицы в год, что позволит не только удовлетворить потребности области, но и экспортировать мясо в российские регионы и за рубеж. Напомню, на площадке предприятия запланировано строительство птичников, инкубаторов для яиц, убойного цеха и цеха глубокой переработки. В состав комплекса также войдут комбикормовый завод и элеватор. Один минутный завершенный объект, который может в том числе и самостоятельно работать, это очень важно для любого потом инвестора, который будет приходить, это уже не просто завершенный объект, элеватор комбикормовый завод. Да элеватор сейчас просто нужен в объемке. Да, просто нужно и сушилки там, и все. В Госдуму внесен законопроект, который позволит штрафовать россиян на 5 миллионов рублей. За что, расскажет наш экономический обзреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает. За баррель марки Brent дают 48 долларов 40 центов. Валюта чуть подешевела. Курс на 13 июля. Доллар 60 рублей 62 копейки, евро 69 рублей 44 копейки. Золото стоит 2366 рублей, серебро 30 рублей 29 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 60 рублей 86 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 46 копеек. Россиянам разрешили не платить за коммуналку. Регионы теперь обязаны размещать всю коммунальную информацию в интернете, на сайте государственной информационной системы ЖКХ. И пока ее там не будет, жильцы имеют право не платить. В Госдуму внесен законопроект, который позволит штрафовать на 5 миллионов рублей россиян, которые отказываются удалять из социальных сетей недостоверную информацию и противоправный контент. А в Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства. Право работать на рынке возврата долгов получили 4 организации. На этом все. Удачи в делах! Престольный праздник в старинном храме Самара. Православные христиане отмечают День Святых Апостолов Петра и Павла. На богослужение собрались сотни верующих со всего города. В числе паломников был и Олег Зверев. Православные рыбаки называют его своим небесным покровителем. До призвания на христианское служение апостол Петр занимался рыбным промыслом и носил имя Симон. А после встречи с Христом стал одним из самых близких и ревностных его учеников. Апостолов Петра и Павла церковь называет первоверховными, как наиболее потрудившихся для вселенской проповеди христианства. Народное почитание апостола Петра было таково, что многие страждущие стремились прикоснуться хотя бы к его тени и получали исцеление по вере, которую он проповедовал. Ближайший и самый ревностный ученик Христа обладал такой силой убеждения, что после его выступления тысячи иудеев становились последователями евангельского учения. Если Петр проповедовал среди народа избранного, то Павел апостол язычников, хотя поначалу звался Савлом и был гонителем христиан. Они показали миру пример покаяния, и хотя в жизни встречались всего дважды, на иконах их изображают вместе. В праздничный день в Самаре центральным местом торжеств стал старинный Петропавловский собор, в котором состоялась божественная литургия и крестный ход. Этот храм стал родным для многих поколений верующих. Старинный храм, что называется, намоленный. Еще наши прадеды и прабабушки сюда ходили молиться. А вот лично для меня этот храм вообще особый, потому что именно в этот храм я ходила совсем маленькой девочкой. Не только храмы целые города называют в честь святых апостолов. И один из главных, град Святого Петра, был столицей Российской империи. Мы всегда взираем на образ святых, которые прославили Господа и явили небесную красоту. Уже не я, но живет во мне Христос, говорил апостол Павел. Это как раз найти Христа в жизни и жить в том божественном измерении. На праздник Петра и Павла завершается пост, но в этот день по традиции принято готовить рыбный стол. А еще в народе говорили, Петр Павел жару прибавил, ожидая, что после праздника установится настоящая летняя погода, необходимая для проведения уборочной кампании. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Теперь у Самары есть своя команда в чемпионате высшей хоккейной лиги. Новости спорта продолжит эфир, и я передаю слово Валерии Макаровой. Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Клуб ЦСК ВВС официально заявлен во вторую по значимости Лигу российского хоккея – ВХЛ. Календарь турнира и окончательный состав участников пока не оглашен. Планируется, что в нем сыграют 29 клубов, включая команды из Китая и Казахстана. Воспитанники Самарской губернии играют по всей территории России, поэтому сегодня с появлением команды высшей лиги появился интерес к возврату на свою территорию. И, соответственно, это позволит нам накатывать собственную молодежь и комплектовать на сегодняшний день флагман региона из тех людей, которые будут играть, будут узнаваемы. Это означает, что в регионе будет выстроена система подготовки хоккеистов. Свои команды будут в молодежной и юниорской хоккейной лиге – ВХЛ и КХЛ. Когда у нас получается разрыв между одними и другими, когда они заканчивают участие в одной лиге и не могут перейти в другую, потому что перепрыгнуть они по факту не могут сразу в КХЛ, конечно же, возникает такая коллизия. Это логический шаг для того, чтобы этот разрыв преодолеть. Пока дворец спорта на реконструкции, свои домашние матчицы СК ВВС будет проводить в спорткомплексе «Кристалл». Тренировочной площадкой станет ФОК «Маяк». С тренерским штабом болельщиков познакомят в конце июля. Тогда же презентуют и новую форму клуба. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА